Вот и настало время для того, чтобы в очередной раз заняться, так образно выражаясь, перелистыванием страниц истории нашего города, Вятки, Кирова И мы по традиции это делаем вместе с Евгением Питуниным, историком, краеведом, руководителем музея Вятского госуниверситета Евгений Альбертович, добрый день Здравствуйте всем Меня зовут Владимир Сметалин, как настроение в этот сентябрьский день? Осеннее, грустное, сентиментальное, как раз время листать пожелтевшие страницы истории Да, действительно, когда можно застись за изучение прошлого, которое у нас незаслуженно забыли Вот смотрите, какая интересная дата, она имеет международное значение Ровно 187 лет назад в Британии была торжественно открыта первая международная железнодорожная линия на паровозной тяге Соединена она Ливерпуль и Манчестер О! Я так подхожу уже плавно к нашей сегодняшней теме На самом деле, сегодня эту тему мы хотели, вернее, эту тему мы хотели осветить чуть раньше Еще в августе, когда праздновался День железнодорожника Это делается у нас в первое воскресенье, да? В августе месяце, и в этом году железнодорожники отмечали свой профессиональный праздник 6 числа Немножко запоздали мы с поздравлениями, но все-таки поздравляем работников стальной магистрали И сегодня мы в нашей исторической программе поговорим про историю железнодорожного транспорта На территории нашего региона, если останется время, я надеюсь, что останется Мы еще и о водном транспорте поговорим, поностальгируем И о воздушном Да, и при всем при этом у нас сегодня в конце передачи будет такой небольшой сюрприз Для всех новая рубрика, творческая рубрика Дело в том, что за время существования программы «Сделанная вятка» появилось у нее немало поклонников И вы, уважаемые слушатели, звоните нам, пишите, делитесь своими творческими наработками Истоки вот этого творчества как раз-таки в любви к нашему городу И сегодня в самом конце передачи у нас прозвучит композиция, посвященная нашему городу Я-то думал, дню железнодорожника Нашему городу, у нас же историческая программа, мы так все аспекты истории стараемся А вятка, без железной дороги, без путей сообщения, не была бы так вяткой Ну, да, в официальной, насколько я помню, в официальной историографии фигурирует дата 1895 год, да? Когда по повелению личному Николая II императора Указ был подписан строительство первого класса железной дороги Ну, я не хочу дублировать классическую историю, потому что все это писано и переписано на всех сайтах, во всех исторических справочках Тот, кто хочет, тот найдет Музея, да, потому что был подписан императорский указ Начали строительство первого атласа железной дороги Буквально через год решением вязких властей, вот было принято решение включить вятку в железнодорожное сообщение Был разработан план дороги от Вятки до Котласа Начали в 896 году строительство вокзала Киров, второй сейчас который, да И буквально менее, чем за год его построили Ну и цель всего этого была, как известно, получить доступ, собственно, к северным землям Соединить Сибирь, Урал, Восток, Северу, чтобы везти дешевый хлеб на север, чтобы с севера везти товары В общем, необходимо, не только Манчестер, Ливерпуль, надо было делать и у нас железные дороги Конечно, не буду цитировать, есть такое известное А тот, почему дороги у нас в России шире на несколько сантиметров Имеем в виду железнодорожные Да, чем в Европе Ну, это не из-за того, что земли много Но, я думаю, кто знает, тот вспомнит Ну, да, довольно известная такая история Ну, вот хочу напомнить, что Ладно, там, дата английского какого-то паровоза У нас буквально через месяц грядет грандиозная дата Вот я думаю, будут ли ее в городе отмечать Потому что, судя по всему, у нас и технические даты как-то не очень Вот судя по юбилею мотороллера, по юбилею автомобиля Ведь у нас 21 октября 1897 года Официально из Вятки тронулся первый поезд, отправился в первое путешествие 120 лет Да, в этот день был открыт вокзал, который мы говорили Вокзал Вятка назывался Открылся он в 7.30 утра Уже стояла очередь огромная за билетами Да и вообще вокзал посмотреть, потому что там все-таки много было интересного И люди не представляли, что такое поезд Как это вот, оно едет и дымит без лошадей Надо учитывать все-таки ментальность эпохи Вот, тем не менее, билеты были распроданы буквально за час И в 9 часов отправился в свое первое путешествие В свой первый путь поезд Вятка Глазов Отошел от перрона То есть на восток И вот, конечно, в моем-то представлении, что вот если бы 120-летию подогнать бы паровоз с вагончиками Но нету у нас, наверное, ходячих паровозов Был вагон и мыл на втором ирове еще 10 лет назад Вот, ну, в принципе, где-то снимали фильм какой-то документальный Там тоже паровоз, но этот паровоз был не совсем ходячий Его за кадром толкал современный тепловоз, так что я не знаю То есть крупный план был? Если меня слышат чиновники РЖД и очаровательная руководительница пресс-службы госпожа Буторина То вот я вот свое пожелание усказываю, что неплохо бы 120-летие начала железнодорожного сообщения отметить хотя бы там чух-чух-чух паровозом куда-то отправить Ну ладно, тема мне еще тем ближе, что все-таки, если дойдет у нас время позволит о пароходах То прямая связь с пароходом и железнодорожным транспортом Дальний потом пароход Трышкина все-таки имею к этому отношению Потому что на пароходах Трышкина были привезены первые паровозы и первые вагоны в Вятку Ну вот, ну можно представить в Вятскую публику, как это все происходило Но не стоит все-таки мерять по сегодняшним поездам Вот тот первый поезд и те первые поезда, которые ходили до начала 20-го вагона Во-первых, скорость движения, удобность, комфорт Представьте, 20 км в час скорость средняя состава Ну вот попробуйте на машине проехать 20 км, вот почувствуйте, как поезд двигался Во-вторых, пассажирский поезд состоял из двух-трех вагонов обычно И они не все были заполнены, например, УП УП называлось отделение даже третьего класса Иногда на УП был всего один человек Вагон из... Который мог себе позволить приобрести билет Вот именно в Котембре Там же еще вагоны различались по уровню комфортности Для тех, кто по обеспечению... Четвертый класс, конечно, самый был... Для тех, кто не обеспечен Там стоили... Это сущие копейки Но этот вагон не прицеплялся к поезду Если не набирали 30 человек Вот 30 билетов продано в вагон Ну, маленькие, теплушки, двухосные вагоны Там сцепка была плохая Сцепки рвались, вагоны отрывались по пути А еще интересно, что сзади была площадка тормозная И веревочка прицеплена И если возникала проблема, то кондуктор Он дергал за веревочку и звенел колокольчик у машиниста И поезд тут же останавливался А причины могли быть совершенно разные Например, паровозная бригада Кондуктор, там еще кто-то Ну, может, проводник был какой-то Они увидели хорошие березы И говорили, давай остановимся, веничков надо нам наломать И пассажиры ничего не имели против А иногда просто дергали за ниточку Или вот-вот грибы Тут такой лесок Тут и грибы великолепные И пассажиры тоже не возражали И бежали все Поезд стоял Но тут надо учитывать, что движение было далеко не таким интенсивным По железнодорожной магистрали И в случае остановки паровоз он бы никому не помешал Поначалу поезд ходил раз в неделю Вот, в принципе Потом уже с началом века стали чаще Более интенсивно Устраняли полом И с началом 20-го изменили технологии, сцеп и все такое Но интересно, что вагоны освещались свечами И осиновая лампа или фонарь газов был опасен с пожарной точки зрения И вот на удивление вот эта тенденция продолжалась даже почти до 50-х годов Да ладно Да, вот в войну так же Именно такое освещение Когда сборной вагоны, не было электричества И в войну тоже свечами освещались вагоны Хотя я ни в одном фильме не заметил там обычные Ну может были центральные линии, но вот провинциальные Ну вот я замечу, что эта ментальность сохранялась на каких-то леспромхозах Их узкалей, когда ходил какой-то поезд И тоже люди особо не торопились И смогли притормозить, сбегать в лесочек там куда-то И все И вот ездили по таким, по болотам, по пустым перелескам Практически за опарено Уже не было населенных пунктов Были болота, леса, вот почти до самого Котласа Надо заметить, что, конечно, развитие железной дороги дало огромный импульс к развитию губернии Появились целые поселения, которые сегодня известны как райцентры А это были вообще и деревушки Просто же дистанция была На месте Зуевки была деревня Зуи Когда начали строить железную дорогу, был вокзал И с южной стороны всего два дома А потом расстроился, там и депо было, и даже училище паровозное А фален, и точно так же возникли Мураши, извиняюсь Мураши 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 Возникли и вокзалы, и вся инфраструктура Школы, жандармские управления, технические пункты и все прочее Ну вот что интересно Не все так радужно у нас было со строительством железной дороги Все таки огромное сопротивление встречало вот это движение со стороны определенных кругов Как бы сейчас сказали Может история повторяется в виде спирали, но эти круги были Упечес это православное Да, да, да И были две мотивации Например, вот где сейчас деревня Зазуевка и там станция Косина Поселочек Коса и Кардиага Там были маленькие и мелкие бумажные фабрики и железная дорога И два вот этих купца, они весьма и весьма не хотели, чтобы железную дорогу прокладывали Потому что паденная оплата была у них у рабочих 15-20 опек за день, за рабочий день Ну, там сколько, 5 часов, 10, наверное, рабочий день А на железной дороге платили уже 30-40 опек То есть народ бы просто перебежал и... Они бы остались без злобных работников Поэтому вот купцы они всячески лоббировали И проще всего было подкупить инженера, который проводил дорогу И он вот между Кардиагой и Сою Буквально посредине нарисовал чуть-чуть там Смельмелу И получилась по болотистой местности эта дорога То же самое и на Севере Ну, как подкупил там же, в стилях русского, авиатского гостеприимства Человек, который отвечал за это, что его встречали, угощали, его там Поили, всячески ублажали И вот так намекали, что не надо бы здесь доработать Интересно, да, было бы побывать и посетить это мероприятие Как оно происходило, ну, я думаю, что даже... Ну, не повторить его в масштабах юбилейного празднования Хотя бы даже символически И может просто пакетик там с колбасой занесли Ну и, собственно, определенный уровень недовольства Ведь это вызывало строительство железной дороги Таких купцов крупного масштаба, да, которые привыкли к тому, чтобы речными путями доставлять то же самое зерно Более семидные люди, они понимали, во-первых, что урон бизнесу Но у них, конечно, было свое лобби Вот, например, уже ближе к северу, к Котласу В том же Пиннинге Там, да, прислали сезонных рабочих на строительство дороги То, видимо, подосланными такими купцами специальные агенты влияния Они запугивали рабочих что-то Там же болото непроходимое Там люди в них попадают Причем мистические истории какие-то Там эти имары, там это ужас и кошмар Там нечисть на нечисти Вы туда не суйтесь, ребята Это у нас вообще чуть ли не табу Но тем не менее Но это было везде Вот если вспомнить строительство железных дорог на Диком Западе Об этом же снята масса фильмов У нас, пожалуй, все то же самое Только что не было набегов индейских племен там И, может, поезда не грабили Хотя грабили, грабили тоже Это было Много ведь всевозможных мнений и воспоминаний о том Что крайне неудачно было проложено в некоторых участках Когда, например, в горку паровоз очень с трудом поднимался Чуть ли там не толкать приходилось Да паровозы-то были В принципе, начали строить Первый паровоз серии «И» Он, конечно, два-три вагона, четыре Потом знаменитая уже, очень хороший был, до 50-х годов знаменитая «Овечка» Это серия «ОВ» была И вот серия «Щ» уже достаточно мощный паровоз А первое, конечно, там Они и в принципе и в войну паровозы Недавно читал записки Какого-то москвича сосланного Его просто призвали И в какое-то отделение было И вот там, где-то в Сибири На БАМе будущем эти же поезда Настолько медленно ходили Что в качестве подспорного транспорта Можно было на горку там спокойно сесть И выпрыгнуть и прочее Ну, скорость была Вот представьте, до Слободского Шел поезд сутки Сутки? Да, через Первый поезд Через Гирсовский мост Открыли сообщение Конечно, да, этот мост построили Потом обратно через нынешний Эминтерм Потом через Макария И вот дальше там через Вахушеволково И на Слободское Вот суд и Первая поезда ходили Потом, конечно, побыстрее До Глазова тоже вначале, по-моему, было 11 часов Но там прямая дорога А потом уже встали поезда Когда паровозы помощнее, 9 часов Да еще ведь, еще бы не были неудачные места Вот я говорил, что лобби А вот еще есть такая легенда Что так же спрямили железную дорогу Уже когда строили петербургское направление На запад уже Второй вокзал А второй вокзал открылся через... В 1906-1906 Уже связал с Петербургом, с Пермью Наверное, изначально петербургский вокзал Петербургский вокзал И когда строили вот в районе станции Юма Вот очень мне всегда, я как слушаю, напоминает знаменитый вестерн Поезд в 3.10 на Юму Американский был Может быть, поселочек такой же И вот местное духовенство, оно воспротивилось Что у нас этот дым от паровозов загадит наш свежий юмс и воздух Что наши осы мазутом, нефтью, там чем-то Хотя паровозы первые дровами отапливались Вот, топились Ничего такого особо вредного-то нет И прочее А входил обязательно священнослужитель вот в этот общественный совет И поэтому они тоже были против по разным причинам Что это вообще бессовская придумка речащая Я понимаю, что темный крестьянин Как и первый автомобиль, помните? Да, Ада боялся Из северного поселения, где-то вот в сторону Пиннинга Там есть, осталась легенда записки крестьянина Что это Пошел посмотреть на поясы Ада приехал на телеге Пояс станции подходил И он побежал и побежал В лес, в болото И потом рассказывал Я бегу чудище одноглазое За мной там куда-то Бежит там шнор, хор И дымом пышет И все, едва в лес убежал Учитывая, что 20 км в час максимум Можно было легко убежать В этой Юме было принято такое, видимо Компромиссное решение Что отвезти железную дорогу в сторону И вот, видимо, одна из легенд Что Поп взял свечо И с этой свечой должен был бежать И бежать, и бежать, и бежать от Юмы И вот пока свеча не погаснет А где свеча погаснет, там и дорогу проводить И поэтому станция свеча По некоторым сведениям Именно так родилась Ну, потом смягчили легенду Говорили, что все-таки был совет Где-то сидели за столом Священнику показали карту У него не было чем отметить Он свечу нашел и воском запапал На карту вот в этом месте Ну, смотрите сами, что правдоподобнее Мне первая версия больше нравится Я представил такого упитанного Попа со свечой бегущего От Юмы От Юмы Вот свеча погасла и там Я помню, до сих пор вспоминаю Был я в этой свече И у меня даже в бытности газеты Комсомольское племя Была статья В этой газете Про местную пожарную команду Которая называлась «Пока не меркнет свет, пока горит свеча» Надо найти Строчка из известной композиции «Машина времени» Там же, я помню, да, читал Много было забавных ситуаций в пути Бывало и дрова кончались И для того, чтобы набрать сушника Тоже останавливались Да вот я помню, что насчет дров Или это перебор Это их легенды Это сколько раз я слышал Что пожарные приехали без воды на пожар Ну, не может такого быть Это просто вот Есть машины, которые просто априори Они не рассчитаны Подавать воду И также легенды, что паровоз Были все-таки и службы Были целая структура Целая иерархия Каждый отвечал за чего-то Ну, конечно, могли Это может быть в революцию Когда там не хватало дров Дырявые паровозы Вот тогда выгоняли Ведь даже описано у Арчагина Там роман про сталь-то закалялось Что вот эту аллейку там они строили Но где-то рядом какой-то поезд шел И эти комсомольцы остановили Выгнали всех нафиг пассажиров Нефиг там буржуям разъезжать И рубить дрова их всех Вот это может быть в то время Ну, я думаю, что не доходило до маразма Как в романе Сорокина Когда белые с красными воевали Чуть ли не до 60-го года И когда уже нечем было топить То просто это Друг друга истребляли Расчленяли в тендере Макали в нефти Топили паровозы Но это Сорокина надо читать Это я думаю, что мы От темы немного уйдем Тем не менее Но так или иначе популярность Росла ЖД транспортов Были бы уеды знаменитые Жаловались люди на цены Что невозможно Возникла вся структура И даже вот с начала 20-го века Эти бабушки Которые Продавали продовольствие На перронах Вот возник Такой у нас Постоянный бизнес Престанционных Возникали школы Но народ Школы Железнодорожные школы А, где обожали Ведь даже Не поверите На вокзале Вот этой Вокзале Вят Это Ировпатлас И там первое время Была школа для детей Железнодорожных служащих Но и у нас целый район Не сохранилось это здание Почему? В самом вокзале А, в самом вокзале Непосредственно Приходили на работу Оставляли детей Получается Видимо Небольшая школа Приходили обучать Селили Прямо на вокзале Вот В принципе Ничего не менялось Вот я замечу Что и сейчас В основном Наследие Вот этой Николаевской железной дороги Это пути Рельсы Насыпи Водокачки Ведь поезда Тогда требовали Огромное количество воды И просто ведь Ее не взять Ее надо было На станциях Какую-то делать Систему водоснабжения Водокачки Семофоры Железнодорожная связь Телефония В общем Очень сильно Подтолкнуло Развитие Вятской губернии А купцы быстро Быстро-быстро Спохватили Что это Не только ущерб А И определенную Выгоду несет Можно к себе Плюс Если раньше За сезон Могли один раз Обернуться Там В Северную Двинул Что-то Туда Сплавить Дальше Все То теперь На грузовых Поездах Уже несколько Раз за лето То есть Обороты выросли Экономика Подросла Но тем не менее Все это В принципе В таком Патриархальном виде Оставалось Наверное До 60-х То есть ходили В 60-х Да Уже Были новые Пассажирские вагоны Но вот Еще в 50-е годы Конечно не сутки До Слободского Но тоже люди Не было же У нас моста Люди Либо на пароме А в Слободской Автобус не всегда ходил Хотя ходил Какой-то на поезде И поэтому Вот по Воспоминаниям Когда Поезд из Слободского Сворачивал У Макарии Вот знаете Там это ветро Укладыш То специально Машинист Притормаживал И народ Буквально Сыпался из вагонов Потому что Быстрее Было Например Умно Прямить Довят И сесть на паром Митя И попасть В Иров А не ехать Через Минтерн Гирсово И туда На 1 мая Ну и Знаменитую Надо упомянуть Знаменитую Рабочую Вот эту Железнодорожную линию На месте Трамвайной линии Эти вагончики Ходили с паровозом До Конца 50-х Когда уже Появились дома Так давайте Поподробнее Многие думают Не в курсе Сейчас Мы имеем ввиду Трамвайную линию Которую строилась На север города Да-да-да Давайте трамвайную Строить Трамвайную линию Тоже напомню Уже Проложили От вокзала Нет Нет От вокзала Ее начали строить Севера От Нынешнего Примерно Авито Трамвайную линию Мы в определенные Годы Дотягивали До завода До завода Маяк И планировали С вокзалом Ну С вокзалом Так Вокзал Регулярное движение Все-таки Было От Пассажир Рабочих Возили на заводы Именно От Розы По Октябрьскому Мимо мясокомбината И Еще в 50-е годы Дети Развлекались тем Что Цеплялись за эти вагоны Бегали по крышам Кондукторы Сгоняли Ну Медленно Все это ехало Они так же Спрыгивали Вот Жаль Что Искал фотографию Этого поезда Рабочего Не нашел А когда Октябрьский проспект Делали То рельсы убрали Вот Видимо А теоретически Это Болевое решение Было принято Потому что Ведь железная дорога Она доходила Вот Ветка Есть ведь на заводе Ее убрали Сейчас Была Пересекала улицу Горького На завод Маяк Рельсы были То есть Да Логично Что рядом И на вокзал дальше Все Вот сейчас Конечно Убавили Где-то еще рельсы Через улицу Ленина Закатанные в асфальт Есть На Ахлыновск А так вот И Вот В отличие от пароходов И первых самолетов Очень хорошо И отрадно Что сюда И паровозы У нас Сохранили Одно-то время Ведь было целое Ну не кладбище А такое Хранилище паровозов Это Станция Болезино И видимо Все говорили Что это На какой-то случай Стратегический Это мало ли Чего там случится Не будет там Электричества А паровозы Можно их воскресить Да У нас паровоз У музея Ну известный всем Памятник И с большим Памятник Памятник Дома Не было воды Горячей А паровозы Ходили И поэтому Местные бабы Бегали за горячей водой В войну там За углем Но иногда давали Иногда там Могли даже Детей Арестовать Замести углем Хотя бы Протопить Потому что Не было А вот уже После войны Бегали за горячей водой Паровоза На что там Машинист Ужал что ли Несколько Горячая вода В хозяйстве Можно конечно И помыть Я даже имел Удово Стирать Проехаться на паровозе Это я уже Работал В газете В начале 2000-х Я даже получил Первый приз От Сябитова Начальника Горьевской Железной Други На тот момент Именные часы И все за статью О паровозе Вот я историю Описывал Там дата какая-то Была круглая К чему Одну железнодорожника На тему И поэтому Мы поехали На второй пиров И там был еще Ходячий паровоз Но он практически Уже не ездил А мыл вагоны То есть Ипидел воду Вот мыл Сейчас его списали Говорят Есть где-то За залом Там в Мурованной Тоже такой Полупамятник Полутельная Вот и в Ленгасово Где-то А тогда вот И мне удалось зайти Меня угощали чаем То есть Открывали вот эту топку Доставали палочкой Чайник Который там Мы как раз попали И пел И дали порулить То есть Я могу гордиться тем Ну порулить это так Да там такой Образно выражать Ручка ее И я поехал И я так Это могу сказать Что там Истребителем Подводной лодкой Не управлял Но на паровозе И вообще мечта была Знаете Вот с детства Связать твою жизнь Сосед был И И Просто там у нас Остается 4 минуты Может все-таки Подобьем Как-то А я расскажу Просто одну Интересную историю Хорошо Давайте После рекламы Хорошо История железнодорожного Водного Воздушного транспорта На Вятке В Кировской области Тема сегодняшней программы Вот про железнодорожный транспорт Мы уже поговорили Сейчас в перерыве С Евгением Альбертовичем Мы говорили Что водный транспорт Очень насыщенный И говорить можно долго И много Со вкусом Выясним Цепочка воспоминаний идет И поэтому Осталось 5 минут Вкратце Давайте залетим Полетаем Начиналось все Тоже интересно Первый 20 июля 2011 года Первый аэроплан 1911 1911 На Двятке То есть был Привезен поездом Знаменитый пилот Васильев Который был подвижник Он ездил по всей России Летал Собралось 10 тысяч Вятских жителей Но сбора у него не было И величайшему огорчению Пилота Все пришли на халяву И бесплатно Большинство пришли к поезду Думали Что взлетит прямо с платформы А взлетал он Со старого ипподрома Это между Отябрьским Дериндяево Профсоюзной Роза Люпсимбург Вот был сильный ветер Взлетел он Местные студенты Помогали крылья Привинчивать Самолеты Взлетел В 1945 Облетел Шпилет Платбищенц Сэцер Сделал Восьмерку Надвят И приземлился Через несколько минут Губернатор Пожал ему руку Вот И Господин Алексей По-моему Трагично кончил Он попал Он был Он ушел Добровольцем На первую мировую Был авиатором Попал в плен Трижды бежал В общем Немцы его сильно Репрессировали Умер в плену В 18 Великий был человек Вот Другая история Что у нас был Все-таки целый Авиаотряд Вятской губернии Перед революцией Базировался он В Глазове Но по отдельным Сведениям И вят И вот Искал Ничего не нашел Попытаюсь найти Офицеры Авиаотряда Революцию Не приняли В отличие от 106 полка Поэтому Быстро из вят И отправили В 1925 году Появился Первый Юнгерс Надвят Ох Были уже Тогда Юнгерсы Но он ничего Там плохого Не сделал Это был Агитпролет Откуда-то Там С Отласа Перемь Сверловск Дальше В Иреве Выступали Остап Бендер Автопробегом По бездорожью Из Глаза Автопролетом И в том же году В 25 5 августа Был То есть Не августа Был приобретен Первый Самолет Уже Вят Губернским отделением Общество Друзей Воздушного флота Купило Одномоторный самолет Под названием Конек Горбунов Зачем Базировался Он обучает Видимо Когда авиамания Началась в 30-е Но тем не менее Куда-то Может и рейсы Выполнял Аэродром Был На Уже На Следующем Подроме Это в Велесниках Называлась Самолетная площадка То есть Не сразу Появился В войну Старый Филейский Аэродром А вот был там И еще был Ну да Там Второй лесозавод Назывался Вот там была площадка А 5 августа 55-го года У нас Приземлился Первый вертолет Ми-1 В городе Интересно Что Вот была Такая история Что Оказывается Наш город Подвергался Бомбежке 26 октября 33-го года Самолеты Разбомбили Зажигательными Бомбами Завод Учполитех Оборудование Ну физприбор Комбинат Из ОШ И лесозавод Номер 2 В Велесниках Бомбы Были сброшены На городок Школьный городок Макс Гельца Это 22-я школа Бывшая Вот на театр И даже На горсовет Горел горсовет Там была Вся пожарная служба Поднята По тревоге По Карла Маркса Самолеты Разбросали Дымовые Химические Бомбы Было химическое Отравление Эвакуировали Пострадавших В общем Был огромный Шухер Кто был не в теме Так Когда вы скажете Что это были учения Это были учения Причем На учениях В Стрижах Была у нас Зенитная часть Условно сбили Часть самолетов Но часть все-таки Долетела до Вят И вот была Такая бомбежка У нас В городе Интересная Еще тема Очень секретная Это Авиакатастрофы В городе Вят Удалось Что в 44-м году Ли-2 Это американский Дуглас Который у нас Назывался Ли-2 Потерпел Катастрофу В Яцких полянах Отказал Один двигатель Самолет Пошел на второй круг Не сумел Подняться Скорость потерял Порвал Телефонные провода Разбил Несколько Деревянных Передвижных домиков Вагончиков И грохнулся На поле Но обошлось Без жертв Еще Была Авиакатастрофа На Уже Возле аэродрома Вот Филейского Ей говорят Что на кладбище Я видел фотографии На кладбище Филейском Есть памятник погибшим пилотам И пропеллер Погнут Ну вот Об истории авиации Попозже В 5 минут Я постарался Уложиться Поподробнее Еще поговорим О водном транспорте Это очень хорошая Отдельная тема И есть о чем Поговорить Спасибо большое Обязательно Через 2 недели Новый выпуск Программы Сделан На ветке Будем готовиться С водного транспорта Первого паровоза На ветке Ну и теперь Я возвращаюсь К нашему сюрпризу Напоминаю И выражаю Слава благодарности За внимание К нашей исторической программе Напоминаю Что есть звонки Есть сообщения Письма О том Что вам нравится Программа И вы высказываете Какие-то пожелания И советуете И в том числе История нашего города История Его современность Вас вдохновляют На такие На творчество Стихи Композиции Давайте Вот сейчас Дадим старт Новой рубрике Под условным названием Вдохновленные вяткой Петь-то не будем С вами Она сейчас прозвучит Композиция Названием Эх, судьба река А я думал Уж не нам ли придется Сейчас на слова Эх, судьба река Композиция Александра Дмитриева Нашего земляка И с этой песней Мы будем завершать Сегодняшнюю программу Сделанную в вятке Да, кстати Ваши работы Можете присылать На наш электронный адрес Без труда Можно найти на сайте Хакирова.ру Всего доброго Евгений Питунин Историк Дальше Руководитель музея Вятского госуниверситета Летайте, ездите Да, все хорошо Ну и музыкальное Завершение нашей программы